Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся, пожалуй, в самом лучшем магазине сети Форнакс, Большевистская 73. Это старейший магазин, в котором представлена абсолютно вся продукция, которую вы можете найти для отопления, для бани, для отдыха на природе. И вот об этой продукции мы сегодня и поговорим. Мы находимся в уголке, в котором представлена такая продукция, как тандыры, мангалы, грили. В общем, все, на чем можно готовить. Но среди этой продукции есть такие необычные вещи, и это костровые чаши. И сегодняшний гид по, казалось бы, такой бесполезной продукции Алексей, который, наверное, этот миф развенчает. Попробуем. Алексей, вот в этом уголке представлено, пожалуй, все, что можно купить для приготовления чего-то вкусного. Но среди этой продукции затесались костровые чаши. Вообще, зачем они нужны и кто их покупает? На участках, где красиво организован ландшафт и все продумано, есть место для отдыха. Помимо того, чтобы просто на угля готовить мясо, хочется пожечь костер и посидеть вечером при огне. С помощью мангала ты, конечно, не добьешься пламя до небес, красивого. Красивого пламени, да и просто не так удобно на мангале это делать. Потому что на мангала, как правильно, у всех неказистые, грязные и так далее, кривые, у кого-то маленькие, разборные. А, грубо говоря, сделать костровую чашу из кирпича, выложить ее как-то, это довольно сложно, муторно. Всегда проще купить красивые готовые изделия, которые можно в случае необходимости убрать. Перенести в любое место, на самом деле. Вы решили, что вот лужайка есть, есть газон, портить газон тоже неохота и так далее. Это, соответственно, поставили костровую чашу, пожили костер, посидели, отдохнули. И вы можете ее убрать, и на этом месте дети могут дальше гулять, играть. То есть площадка остается открытой. Помимо прочего, что, в принципе, жечь костры на открытом месте сейчас уже, в принципе, запрещено. Должно быть какое-то определенное костровое место, более безопасное. Поэтому разные изготовители, в принципе, уже в погоне за веянием, наверное, выпускают костровые чаши разных форматов. Ну, то есть у привычных нам производителей, которые до этого выпускали отопительные печи, печи для бани, они вводят в свой ассортимент такую продукцию, как костровые чаши. Это такой, ну, побочный продукт, но тем не менее... Рынок диктует. Рынок диктует условия, да, я с тобой согласен. Это необходимо. И какой материал обычно используется для костровых чаш? Чаще всего материал костровых чаш – это черная сталь. Как правило, у всех знакомых нам изготовителей это 3 мм. Достаточно для того, чтобы пожечь костер вам на много лет. Также есть компания Везуви, которая выпустила, в принципе, чугунную костровую чашу. Но там, помимо костровой чаши, есть очень большой потенциал, функционал. И поэтому об этом поподробнее, наверное, поговорим. Вот Алексей забегает чуть вперед, потому что, действительно, чаще всего, конечно, костровая чаша предназначена только для того, чтобы сжигать там дрова. Ну, кто-то, может быть, свою библиотеку там будет сжигать. В рукописи. В рукописи. Некоторые производители дают возможность также использовать костровые чаши для, ну, чего-то полезного. Например, для приготовления. Для этого есть дополнительные аксессуары. Их можно докупить и расширить значительно функционал костровой чаши. Если говорить про функционал, то, допустим, компания TMF представляет сразу два варианта. Неандерталь, костровая чаша, она есть двух типов. Неандерталь простая, а неандерталь лайт. Лайт, соответственно, не снабжается решеткой гриль. И поэтому это больше заточено именно на просто костровую чашу, просто по сети у огня. Если говорить про стандартную неандерталь, это уже с зольным ящиком своего рода, чтобы у вас горение было непрерывно и не затухало потом в золе. И, соответственно, имеет небольшую решетку гриль. Помимо того, что еще и кочерга в комплекте тоже, чтобы поварошить угольки. И, соответственно, можно уже, когда у вас догорело, кладете решетку гриль и пожарить там элементарно несколько там овощей или кусочков мяса. Неандерталь не самая дешевая костровая чаша, но она, пожалуй, самая элегантная, самая миниатюрная, которая поместится даже на небольшой площадке. И можно вокруг нее вот так вот комфортно, уютненько посидеть. Достаточно, вполне по размеру. А вот другой производитель, новосибирский Стэн, он славится выпуском отопительных котлов. Как вот получилось так у них, что они тоже стали выпускать костровые чаши? Как думаешь? Потому что есть лазер, есть возможность, есть металл. Металл трехмиллиметровый, просто берут, делают красивую лазерную резку. Она там трех типов есть. У нас представлено два сейчас. В целом имеет место быть просто дешево. И симпатично. Алексей, а что скажешь про Визуи? Пожалуй, наверное, самую интересную чашу в нашем обзоре. Это новинка. Мы ее в этом году впервые увидели. И на самом деле люди, когда проходят мимо, думают, что это большой казан. А когда начинаешь объяснять, что это в принципе многофункциональная вещь, особенно когда у нас появилась уже на выставке с решеткой гриль, конечно, начинают соображать, что это просто приобретая одну вещь в будущем, можно удивлять и друзей и так далее сразу и готовкой, и красивым огнем. Ну то есть можно костровую чашу трансформировать в совершенно другое изделие, докупая отдельные аксессуары. Во-первых, они идут нескольких типов на разных подставках. На низких, на чуть повыше, с колесиками, как уже решетку, как именно модель гриль, допустим. То есть это у нас представлен именно гриль. И дальше можно переоборудовать как угодно, будь то под решетку стейк, будь то под казан, под сковородку, да что хотите, можно не поставить. Смотри, а вот он не ордентали, и у Стэна есть боковые стенки, которые имеют такие красивые прорези, которые не будут давать дровам высыпаться. И опять же, они такую интересную игру пламени, отблески. У Визуэя есть что-то подобное? Само собой. Есть также примерно такой же высоты, там сантиметров 20. Забор, русский лес, в данный момент называется, один рисунок, но он очень такой качественный, мелкий. Там очень качественно прорисованы прям животные, растения и так далее. То есть смотрится здорово. Помимо прочего, у Визуэя костровые тяжи есть двух размеров. Есть 70-я и метровая. То есть если прям большое, у вас имеется пространство, хотите, чтобы это все смотрелось довольно большим, потому что бывает на больших площадях маленькая костровая чаша будет смотреться как реально мангал. Теряется. Нужно, да, чтобы была прям объемность. Тоже в этом случае можно выбрать именно метровую. Ну от себя хочу добавить то, что об уровне и оснащенности предприятия, конечно же, можно судить и по таким простым изделиям, как костровые чаши. Ну, например, естественно, у ТМФ это просто что-то нереальное в плане дизайна, в плане изысканности. Да, вот эти вот красивые выштамповки, лазерная резка, очень необычный окрас. А, например, у Визуэя это, естественно, работа с чугуном. То есть компания, конечно же, славится своими изделиями, изготовленными с чугуна. И плюс ко всему, вот ограждение, которое также надевается, устанавливается на эту костровую чашу, имеет очень-очень мелкую деталировку и качество, конечно, безупречное. Алексей, ну, в принципе, костровую чашу не обязательно использовать на своем дачном участке. Наверняка есть еще места, в которых они востребованы. Да, сейчас очень распространяется у нас кемпинговая зона, и в том числе поездки на Алтай и отдыху на природе. И, грубо говоря, кемпинги хотят организовать все тоже довольно и красиво, и в том числе безопасно. И вот многие, кто приезжают к нам, допустим, с зайпичами для таких маленьких там, ну, кемпингов и прочего, видят костровую чашу, понимают, что, в принципе, они-то искали, но даже не знали, что это есть. И на самом деле довольно популярно именно в зоне отдыха. Ну, то есть такое устройство существенно может повысить привлекательность бизнеса даже. Да, да. Мы даже съездили на корпоратив и попользовались такой именно везуистской костровой чашей, и всем понравилось. Вечером возле реки посидеть, посмотреть на огонь, отлично. Сегодня у нас есть возможность посмотреть, как же работает костровая чаша, но я думаю, что через экран монитора, телефона и любого другого устройства, через которое вы нас смотрите, невозможно передать всю красоту пламени. Поэтому, естественно, если у вас есть возможность, если есть необходимость, и вы долго шли к тому, чтобы украсить свой дачный либо садовый участок красивым очагом, обязательно обратите внимание на эти костровые чаши, ведь с их помощью вы можете сделать уютным даже холодный осенний вечер в самую непростую погоду. Алексей, спасибо большое за экскурсию, было очень приятно с тобой поговорить. В магазине на Большевистской 73, как, впрочем, и в любом магазине Форнакс, вам дадут качественную консультацию, поэтому не стесняйтесь, подходите, спрашивайте, интересуйтесь, вам обязательно все подробно расскажут и по возможности покажут. Ну а с вами мы сегодня прощаемся, до новых встреч, друзья, счастливо! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok